Приветствую вас, друзья! Сегодня в главной роли создатель, художественный руководитель и главный дирижер московского хорового ансамбля духовной музыки Благовест, заслуженная артистка России Галина Кольцова. Галина Васильевна, я очень рад вас видеть. Здравствуйте! 30 лет созданному вами ансамблю, и я так понимаю, что если профессиональная музыка начиналась с Гнесинского института, то с чего для вас началась духовная музыка? Гнесинский институт воспитал во мне дирижера хорового искусства. В то время, к концу уже последних лет учебы, я работала в московской капелле «Мальчиков». Я преподавала там гармонию, сольфеджио и хор вела. Ну и выпустившись, я продолжала работать. Потом я устала от этой работы, потому что мне всегда нужен был, много лет уже, нужен был инструмент, хор. Хор как инструмент. На четвертом курсе института я образовала такой себе инструмент из студентов, значит, со струнного отделения, из хорового. У нас был небольшой оркестрик, хорик. И, значит, студенты бегали после хоровых репетиций институтских, бегали ко мне, и мы занимались изумительной духовной музыкой уже тогда. Я помню, я с первого курса бегала по магазинам, скупала кантаты Баха, все реквимы, клавиры, которые продавались. И всевозможную. А всеночная Рахманинова, допустим. Всеночная Рахманинова. Все это тоже было, да? Всеночная Рахманинова была, да. И литургия была. Тихая мелодия. Сергей Рахманинов, тихая мелодия. Потом она уже объявлена была, фрагмент божественной литургии Сергея Рахманинова, «Тебе поем, тебе поем, тебе благословим, тебе благодарим, Господи». Вот такая молитва, самая центральная молитва литургической службы, она была в тихую мелодию превращена. И все в таком роде. Вот сейчас молодые люди, которые в моем ансамбле поют, они даже этого не знают. Вот до тысячелетия крещения Руси все это и происходило. А что происходило? Нот не было духовной музыки. По церквям где-то такое пивали что-то. Редко, когда увидишь какую-то грампластинку, где записаны какие-то археологические исследования в музыкальном искусстве, такие, знаете, древнерусские распеевы какие-то, что такое. Иногда, попозже можно было встретить в исполнении Владимира Минина фрагменты всеночного бдения. И все, больше ничего, фрагменты всеночного бдения Сергея Рахмановна. Вот это закрывалось, тушевалось все, все, что связано со старославянским церковным языком, вот все было прикрыто. А сейчас? В церкви не пускали, в церкви молодежь не пускали. Ну, хорошо, это было 30 лет назад. Вот сейчас вот постепенно, шаг за шагом, понятно, что границы во всех смыслах стали раскрываться. Как вы сейчас вместе с ансамблем, с благовестом себя чувствуете? Ну, я начну с того времени, когда мы возникли в 87-м году. Академия наук проводила вторую конференцию по квантовой гравитации. В Москву съехались все светила мира, физики и теоретики. По-моему, Хоукинг тогда даже был. Да, вот, значит, все съехались сюда, и тут, значит, и академик Марков, и, значит, Стивен Хоукинг, Сахаров, Дэвид, он был глава Техасского теоретического центра. Вот, и все они съехались, и появилась заинтересованность. А что же дать культуре? Какую культурную программу конференции дать? Вот, мой муж среди них, он работает в академии до сих пор, Фиане. Вот, он предложил церковный хор. Я тогда уже была регентом в 87-м году. Когда мы спели концерт церковным хориком, у нас был там человек 12-13, все были довольны концертом, и было странно, все спрашивали, а как это вот можно было разрешить вот такой концерт в церкви? Тогда они об этом не помышляли даже, понимаете? Вот так вот. И я на следующий день сказала своему клиросному хору, с завтрашнего дня мы концертировать начинаем. Вот так началось в 87-м году. Потом мы придумали название «Благовест». Вот. И сейчас сколько человек в хоре? Сколько солистов? Ну, в золотые годы, это 80-е, 90-е, до 45-ти доходило. Сейчас 22, вот на сегодняшний день 22 человека. 22 человека. Вот завтра в концертном зале, замечательном, известном, колонный зал Дома Союзов, ваш концерт связан с круглой датой, 30-летие. 22 человека, два отделения, огромное количество потрясающей музыки. Кто вам будет помогать, кого вы пригласили? Без кого это было бы все невозможно? Ну, передо мной стояла задача показать, это все-таки юбилейный концерт, за 30 лет много чего наработано было, и понемножку показать всякого, всего понемножку. Таким образом, значит, первое отделение будет русская духовная музыка, это Рахманинов, Греченинов и наш любимый композитор, который работает с нами уже более 25 лет, Антон Висков. Вот. Вот эти три композитора будут в первом отделении. Там будет Гречениновская демественная литургия, фрагменты звучать, фрагменты рахманинской литургии. Кстати, может быть, стоит объяснить нашим зрителям, что такое демественный напев, который... Ну, это древний напев. Из Византии пришел, да? Да, да, да. Вот. Это, значит, литургия, это необыкновенно тем, что она идет под орган и арфу. Это должно быть безумно красиво. Да. И оркестр. Представляете? Эту литургию мы впервые в 80-е годы спели в России. Мы много очень пели новостных программ, которые либо первый раз в мире, либо первый раз в России. Вот. Я заинтересовалась в то время композиторами-иммигрантами, которые в годы революции уехали. Это Греченинов в американский период, это Николай Николаевич Черепнин, который в Париже жил, брат Павла Чеснокова, которого все сейчас знают, Александр Чесноков тоже в Париже жил в эмиграции. Значит, у Гречениновы мы спели вот за это все время, демейственную литургию вот эту необыкновенную, потом вселенскую мессу, тоже для солистов с хора и симфонического оркестра. Просто литургию капельную пели у Греченинов. Все это было новое. Все, что мы носили, ежегодно по пять программ было абсолютно нового репертуара. Черепнина, «Хождение Богородицы по мукам». Может быть, даже вы еще помните, потому что все газеты пестрили вот этим словосочетанием, «Хождение Богородицы по мукам» на тексты апокрифов. Вот. И еще была новость такая. Народ валом валил на эти концерты, потому что вот распахнулись ворота, и вдруг не просто там, Господи помилуй, церковненький хор поет, а тут я организовала абонементы в Большом зале консерватории, где ему вот это все новое с симфоническими оркестрами, я сама все это делала, вот, реставрировал Антон Висков русский реквим Александра Чеснокова. Вот брата, значит, Павла. И это тоже было исполнено. Вот такие крупные формы, которые мы исполняли в Большом зале консерватории и в зале Чайковского, просто битком набиты были зала. Такой был очень большой интерес. А старинные русские композиторы, ну, скажем так, секулярные, скорее, светской музыке, отдававшие все свое время. Допустим, Евстигней Фомин. Вот у вас в программе такое было когда-нибудь? Нет, Фомина не дошла до Фомина, потому что я того периода пела уже Бортнянского, Березовского, значит, Титова. Кстати, Титов – это великий русский барочный композитор. Вот. И мы такие программы делали, западноевропейская барокко и русская барокко, представляете? Мы вот сразу с двух сторон подходили к этому стилю. И мне спрашивали, а как это ты на западноевропейской барокко перешла? Кто тебе этому учил? Нас этому не учили, конечно, в институте. Мы понимали, что это примерно. Вот. Но через русское и западноевропейское барокко, синтезируя, я поняла, что это одно и то же. Стиль один и тот же. Только здесь на русских напевах, а там на каких-то григорианском хорале каком-нибудь. Но вот в завтрашней программе тоже будет представлено и западное хоровое искусство во всей России. Во втором отделении будет интересная программа. Там будут представлены фрагментарно две кантаты. Это самое лучшее из духовных сочинений Антонио Виальди. Стабет Матор и Глория. Два названия по три фрагмента. И, кстати говоря, будут петь Яна Иванилова сопрано и Андрей Немзер – контртенор. Сейчас этот контртенор в мире практически под номером один идет. Это обаятельнейший голос. Он за последние несколько месяцев получил гран-при на всех международных конкурсах. Но Яна Иванилова изумительная, собранная. Да, да, да. Потрясающий, нежнейший голос. Такой тембр теплый. Да, они замечательно сочетаются. Вот эти вивальдевские дуэты будут просто золотом блистать во втором отделении. Качини будет, Шуберт. Ава Мария. Ава Мария будут, да. И Немзер Ава Мария будет. Еще интересная вещь. Вот я пою три Ава Марии. Шуберт, Качини и Антон Висков. И вот люди почувствуют в этой Ава Марии, которую будет Вискова, Вискова будет петь Немзер, Почувствуют красоту, обаяние и талант композитора. Вы неоднократно бывали в Греции. Я с удовольствием каждый раз бываю в этой стране, захожу в их храмы, и какой-то вот настоящий святой дух, мне кажется, там присутствует. Святой дух, я подразумеваю, такое трепетное отношение к своей истории. Трепетное отношение. Даже если человек ни во что не верит, но вот ощущение того, что для него это что-то важное, оно присутствует. Я знаю, что вы тоже были в Греции, а вот обмен просто музыкальными какими-то вещами, опытом музыкальным, он происходил? Мы были в Греции трижды. Первый раз мы поехали в Грецию на 1900-летие создания апокалипсиса. Там читала апокалипсис Ирена Папос, греческая актриса, знаменитая. И туда съехались все патриархи православных стран. В Афинах мы сели в большой белый пароход, лайнер, и поплыли на Патмос. Вот такое было потрясающее. Вот на этом Патмосе-то Иоанн Богослов и создал свой апокалипсис. И там сохранилась пещера, где он читал своему ученику этот апокалипсис. Над пещерой огромный собор уже стоит. И вот перед собором на площади мы выступали. Вокруг этой сцены разместились все патриархи со свитой, телевидение всех стран. Представляете, какое событие в мире было. И туда съехались не только русская православная, грузинская православный хор, и вся апокалипсиси болгарская, и, конечно, греческая. Вот такие только православные хоры. И вот Эрен Паппас читает, а потом хор поет. И вот это все проходило, вот так вот взаимопроникая в текст апокалипсиса, песнопение православной музыки. Потрясающий опыт. Конечно, потрясающий. И мы там передружились, и с болгарами особенно. В общем, столько православных хоров, и все разные, и блестящие. Ну а разве музыка может, несмотря на любые конфессии, разве музыка может разлучать? Обычно это всегда гармония, тем более связанная с историей, связанная с потрясающими талантами, и даже гениями. Ну что ж, я желаю процветания вашему коллективу, вашему хоровому ансамблю. Спасибо вам большое, Галина Васильевна. Спасибо. Сегодня в главной роли Галина Кольцова, создатель и художественный руководитель хорового ансамбля духовной музыки «Благовест». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова